На доме вот этот бетонный блок выходит. Внутри арматура. Так они уже стали этот бетонный блок, как говорится, разрушать. Вот прямо металлические прутья уже видно. Зачем это делать-то? Арматура, которая должна быть скрыта от глаз, стала хорошо видна во время ремонта. Жителям такая картина непривычна. Дом хоть и 1958 года постройки, но на стенах не было даже трещин до начала ремонта. А они додумались, значит, топором стучат по стене, искры прямо летят, что раствор хороший. Старый, свежий набел снимается, вот там, ну, а тут бесполезно снять. Так они решили фрезою, как говорится, пользовались фрезой, отбойным молотком, как говорится. Вот. Все не поддается. Потом вот это нафрезовали все, стали как это сбивать, как говорится. Вместе с кирпичом нарушается, кирпич нарушается, вот это фасад все портится. Штукатурка советской эпохи не снимается. И в итоге всеми инструментами этими электрическими они снимают еще по 2-3 сантиметра кирпича. И вот кирпич, вот штукатурка. Вот кирпич, вот штукатурка. Ну, то есть она сама не отваливается. Она как стояла 50 лет. Отличного качества. Жители признают, у их пятиэтажки есть разрушение. Начал сыпаться цоколь. Опасения вызывает и арка, которая стала трескаться со временем. Вот на эти проблемы и нужно было обратить внимание, считают люди. А в случае со стенами ограничиться побелкой. Начали делать фасадные работы, восстановление фасада и крышу. Ну, с крышей тоже не очень гладко, что вчера вот дождик был. Металл не привезли, наверное, уже больше недели. Стоит новый каркас деревянный, уже все собрали. А металла нет. Вот у меня, я на четвертом этаже, меня затопило. В администрации города прокомментировали. Все дома, которые ремонтируют по гостевому маршруту, регулярно посещают специалисты по техническому контролю. Специалисты посмотрели те объемы, которые выполнены, оценили качество производимых работ, дали рекомендации подрядной организации. То есть замечаний для приостановки работ на сегодня нет. В дальнейшем подрядная организация обеспечит полностью восстановление штукатурного слоя и в дальнейшем по технологии нанесения шубы и окраски фасада. Специалисты по техническому контролю приезжали, а рабочих как не было, так и нет. Наблюдательные соседи говорят, за последние три недели сменилось уже несколько бригад, а на днях и вовсе появилось объявление, по которому набирают штукатуров и маляров. Поэтому люди не понимают, когда фасад их многострадального дома хотя бы доделают.